добрый день меня иногда спрашивают как в щелкино в сентябре стоит ехать отдыхать не стоят и вообще как там погода и все прочее обычно я провожу в щелкино пару летних месяцев и сентябрь и в сентябре во второй половине уже вот такая картина это 21 сентября температура плюс 17 все когда одеты довольно тепло отдыхающих почти нет ну а если есть то их очень мало это в тот же день ветрено как бы от летнего отдыха мало что осталось летней атмосферы уже не сезон не сезон купаться уже проблематично так гулять воздухом дышать это да это можно но купаться подумаешь прежде чем войти в воду а так все зеленые все хорошо в других местах то похолоднее будет чем здесь вот море 22 сентября пасмурно отдыхающих нет вода еще теплая на берегу от валяются выброшенные медузы бывает их побольше в разных местах упающихся нет вот там одинокий человек катается на кайте вала теплая вполне можно купаться но холодный ветер и это не располагает вылезешь замерзнешь а тогда забежал покупался выбежал оттерся полотенцем но желающих вот мы видим нет люди гуляют конечно вдоль моря дышат воздухом солнца нет было бы солнца даже ветром пренебрегли бы но вот его нет и никто не хочет сентября лучше отдыхать на черном море там не так ветрено горы защищают это вот тот же день не с другой стороны от барова моря там защищают горы от ветра и даже в более холодной воде можно более комфортно купаться в солнечные дни бару моря часто разбили на размывают волны фундаментом я видел работы бетонирует его время от времени чуть ли не каждый год ну может через год вот а когда пасмурно желающих купаться не находится хотя отдыхающие еще еще есть где-то гуляют убедит в общем небольшое количество их есть все кафе уже позакрывались потому что нерентабельно аллея в этот же день видно что люди ходят уже одетые большинство заведений закрылась торговых точек кафешек некоторые в прошлом году кстати и не открывались кафешки но в конце сентября закрыто все магазинчик они чуть-чуть осталось вот чуть-чуть осталось вам видно сувенирная продукция какая-то продается еще можно на экскурсию кое куда поехать экскурсионные киоски стоят а так уже довольно безрадостно тот же день на перекрестке центральном немножко гуляющих есть на аллее у моря тут вот еще тоже киоски стоят там с какими-то закусками с сувенирами дорога на массовое пустынная дорога на атомку здесь еще есть какое-то движение и одну машины есть местные ездят машины отдыхающих уже тот же день по моему или на следующий возле декар работ некоторые люди кормят голубей хотя я думаю они делают это зря голуби гадят везде они могут загадить подоконник кондиционер вам могут загадить и в общем то я бы не стал их кормить их называют летающие крысы голубей где-то согласен с этим определением никакой пользы от них нет никакой красоты особой от них нет а вот гадят они да сильно а это уже 20 на следующий день 23 или 24 сентября солнце появилось появились отдыхающие немножко но есть есть это возле кафе бережок воду заходит как-то так осторожно скорее многие мочат чем купаются но все же загорать можно если не обращать внимание на холодный ветер щелкина в сентября хорошо до половины сентября погода держится но до 10 числа она точно держится с 10 по 15 под вопросом в некоторые годы бывает на это очень редко когда и 25 жара стоит 25 сентября я помню один год купался бывает очень редко а так в основном курортный сезон кончается 10 сентября а дальше уже так вот приходится прятаться за стены от ветра обидно что вода вот теплая а у ветер ветер портит картину это еще на следующий день 23 может 24 купаются вот девушка я вижу купается а так в основном все одеты тепло солнце но ветерок прохладный тянет и уже нет того настроения тут вот отдыхающие там с маленькими детьми но увидел вот ребенок осторожно приседает воду как бы так не порезвишься особо искупаться можно но это уже не то что летом а это 24 сентября вид с горы из того микрорайона который на горе пасмурно здесь ветра нет просто я вышел здесь гулял так обозреть окрестностей по кругу некоторое количество еще машин с и нас и с иногородними номером и стоит но ясно что сезон закончился и в октябре здесь где будет делать вообще ничего ну пока вот последние деньки когда можно так вольготно погулять подышать воздухом чуть дальше на той же горе но чуть дальше эта дорога к центральному рынку вот шиповник растет никто не не собирает его так он наверное пропадет на этом кусте тут беседка такая уютная стоит я в этом районе редко бываю но вот вышел посмотреть и обнаружил сейчас мы дальше увидим беседку и в ней возле нее два мангала запас дров прям там можно шашлыки жарить сейчас я буду видно пока это видно школу дорогу к морю вот вот она беседочка там будут два мангала шиповник вот высох прям собирать заваривай чай но никто не собирает тут шиповника много в щелкина там посадках он есть везде везде такой уголок отдыха вон они мангалы дрова возле них вид хороший вот было бы чуть теплее сентября лучше отдыхать на черном море в конце сентября там как-то поуютнее в ялте в алуште там горы заслоняют и там да там ветра нет теплее а здесь все открыто по и продувается здесь только летом хорошо я бы не стал приезжать в щелкином сентябре специально чтобы отдохнуть тем более следнее мало отпуска если много да можно но если мало прежнего удовольствия уже нет посмотрим на район этот который на горе находится сюда подниматься надо в гору идти некоторым не нравится некоторые любят на ровном месте ну я бы тоже я тоже предпочитаю жить на ровном месте чем продвигаться вверх каждый день если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами был леонид рудницкий спасибо за внимание